Привет всем! В студии Катя Забавская я расскажу, что обсуждается в Байнете. Пожалуй, на дворе стоит самая красивая пора года, и белорусы спешат запечатлеть волшебные моменты. Яблони в цвету, вишни, абрикосы, пушистые белые деревья так и манят прохожих. Со стороны выглядит забавно, прямо людской улей возле пахнущих медом цветов. Все терпеливо ждут своей очереди на фотосессию. Никто к другому не попадает в кадр, понимают всю важность. К счастью, даже до холодного Минска добралось тепло. А вот жители южных районов Беларуси уже пару недель раздражают своих подписчиков обалденными фотками цветущих садов. Больше гуляйте, друзья, сейчас самое время. Героини известных мультфильмов, советских и не только, представлены в новом свете. И даже, скажем так, в ином амплуа. Американский художник, родом из России, Андрей Тарусов, придает даже самым непривлекательным персонажам женственности и сексуальности. Мама Римма из Костоквашина, Фрэкин Бок, Старуха Шипокляк, Урсула из Русалочки в пинап работах мастера выглядят совсем иначе. Правда, они скинули пару десятков лет, зато молодые героини мультфильмов остались в своем возрасте. А какой вариант изображения любимых персонажей вам по душе? Какие ролики в мировой YouTube-копилке набирают популярность? Сейчас вы все узнаете. Незваный гость нагрянул к съемочной группе телеканала BBC, недалеко от Антарктического полуострова. Когда мужчины передвигались на моторной лодке, словно из ниоткуда в нее запрыгнул пингвин. Птица ударилась в одного из участников экспедиции, очумела, быстро пришла в себя, увернувшись от рук специалистов и нырнула обратно в воду. Предположительно, пингвин спасался от нападения морского леопарда, который долго кружил возле лодки. Однако незадачливая птица попала, как говорится, из огня до вполыми. Что ж, бывает. Уверена, вам знакомо это чувство. Долго пытаешься чихнуть, собираешься с мыслями, настраиваешься и бац! Все удалось. Новый фаворит интернет-пользователей Кот, который так же, как и мы, долго не мог чихнуть, однако пришел к своей цели. Будьте здоровы! Все это обсуждается в Байнете. Говорите, и вас услышат. Нашли что-то стоящее? Делитесь в комментариях. Наше видео вот здесь. До встречи в эфире! Субтитры подогнал «Симон»!